Слушайте внимательно, это бузина красная, вот она я расставил, а там у нас в лесу есть папоротник, я оттуда его съездил, привез в мешке и посадил, вот он какой. Это вот первый домик, в котором ночевали, а за ним за эти годы смотрели, его провалилось там, прогнило и все. Здесь ни одного гвоздя нету нового. Пойдемте, сейчас вам расскажу историю интересную. Да, сейчас раз кого-то подави, повыше сделайте, чтобы проход в туалет был. Так, идемте по-сюда, землянки я нравятся, раземлянки. Ты что, орех с бузиной спутал? Я не понял. Я эту бузину никогда в жизни не видел. Орех, у него плоский лист вот такой вот, даже половину ладони. Но не похоже просто. Да какой, а там его листья плоские, ты что, такой эвкалипта. Давай. Заберите листы не зашли. Орех. Так бы ждал урожая, ничего нету. Это в фильме снято. Здесь жил барсук. С той стороны идет нора. Вот рядом с лагерем, ну метров может быть 50, там избушка пастухов была, они пасли здесь. Кони были и телята. Уже потеряю в куму на щелесную. А, нет, еще маленькая, за два года. И вот здесь ночью, вот такой вот, и должны были покрыть, опять все сделать, и все проросло. А в нее-то попадать сюда только через барсующую нору, расширили маленько. И заходили каждый раз по другому месту, чтобы тропу не натоптать. Здесь был запас пищи, поспать, священие, кто приедет, чтобы было где принять. Но однажды барсук залез и с нами расправился, все поскидывал, открыл сосуды. Он очень чистоплотный, и поэтому от нас запах был там у него. Видите, это столбы, так было. А потом, первый год, здесь сделали амшанник. Что такое амшанник? Не знаю. Зимние хранились и для птел. Аллилуйя. Вот это и есть. Видите, а потом наросло это все. Мы сейчас с той стороны зайдем и посмотрим. И когда будете фильм смотреть, увидите, как я детям говорю тайну хранить. Смотрели. Смотрели. А потом где-то 5 или 6 схронов, как называют, было. Дети заходили туда, не видели, с закрытыми глазами. И уходили, они не знали. Если будут допрашивать, они не знали, где были, копали. И там, в разных местах, среди гущей крапивы или в лесу, мы хранилище делали. Надо было сохранить пенопласт, одежду, покрывало. Все мы здесь спрятали. Мы здесь ненужные были. Но когда потерявка началась, тут уже тогда амшанник сделали. Вон оттуда сейчас зайдем, посмотрите. Это все, что наросло, это потом. Вот здесь тоже был Николай этот у нас есть в общине Хрущина, Николай Павлович. Он залез на двор. И все там берег, подпилил, тут не тянули канатами. И она была огромная-огромная, вот эта вот. И вот где-то там отпилено было и рухнуло. Вот тоже видно, что пилено и где. Вот этот первый, который начали мы строить. Здесь был один Гавриил его, когда было. У него не было мира ни с зятем, ни с сестрой, ни с кем. Он один был. А потом крещение принял, все. И отразу его щит не задавили. А он пьяный лег, там ты на крадбище идешь, там трава такая густая. И он никуда-то придумал траву и лег прямо на дороге. Такая была была неприятность. Ну потом он уехал, забунтовал. Его сильно сатана искушал. Вот уезжает в город кто-то и говорит, кому купить шифера. Мы говорим, а ему надо покрыть. А он, видишь, не покрыто. Это для него делали. Он взял такой плуг везешь, резать пласты из пластов земли. А потом колышки набивали и штукатурили внутри и снаружи. Он теплый. И здесь из камыша, там сколько слоев, сейчас можно зайти посмотреть. И он дать, не дать, дать, не дать. Он где-то работал в авиационной части. И где-то в баке красили, где бензин есть и ацетон там. И он отравился. И на глаза сильно повлиял. Он потом ослеп. И вот он стоит в храме-то. Он сейчас стоит, болится. Еще захотел, шиферу ему надо. Представь, служба идет. Он понимает, что это не он делает. Он говорит, что ты кричал-то? На шифер-то денег не дал, а теперь нет у меня. А я понимаю, что сатана искушает. Это я ему кричал. Шиферу захотел. А теперь вот сиди, как хочешь. С ним можно было работать, все. Но прошлая жизнь его погубила. Мира ни с кем не было. Не было никого. Ни дома, ни семьи, жена, дети. Никто никогда его не навещал. И только слухами мы пользовались. Его, кажется, Григорий звать было или что. А это уже имя Гаврилка. Так как кончился он там? Не знаем. Дальше среды теряются. Он в Красноярский край вроде уехал. Но сейчас с той стороны мы зайдем. Откуда заходили? Заходили. Когда-то ночами делали. Стучать нельзя было. И мы ждали, когда где-то едут кто-то. И в это время поезд шумит. И в это время гвозди раз-раз. Кто услышит стук. Но может еще и не было. И выглядываешь, смотришь. Все это и там в лагере в самом. Это подземное там у нас было. Вот сейчас, когда заходишь, там можно. Ну, видно. А тогда мы делали все. Замуровывали вход. Разную крапиву. Там конопля. Отрывали и вставляли. А когда бы это пришли, все раскопали у нас. Даже обувь старую где сожгли, они раскопали. И оттуда залазить. А там ничего нету ровно просто. Там же навозная куча-то. Но раскопав, они нашли там дрова. Дрова бы если выкинули, там видно через дрова бревна лежат. А это же длинная она, как сарай-то. Если бревна бы убрали. И щупом начали земля. И вдруг раз. Земельки вот столько вот. А там щупятся доски. Ага. Дища-то доски. Землю убрали. Доски-то это убрали. Открыли. А там картошка. Но если бы они картошку убрали. Тогда одна стенка поворачивалась. Начинался тоннель со светильниками. И дальше молись Богу. Это все мы ведрами выносили. Вот это называется. Они как-то пишут. Катакомбная церковь. Была в Игнатии Лапкином. Пишут то другое. Мы минуты не сидели. Работали и работали. Отовсюду были люди. И приезжали. И разносовано давно один интересный такой. Юноша. Я говорит не знаю еще со мной. Со мной рядом никто не может. Сверх upward стоят. Говорит что у тебя такая вонющая идет. Он не женатый был. Я вроде нос никогда не болел. Ничего от тебя не пахнет. А говорят пахнет. Он с матерью был. Вот это маленькие эпизоды из того, что было. Сейчас мы посмотрим где был вход. Пойдемте. А здесь. Сейчас еще сколько хранится. Крест видишь везде? Распятие, колючая проволока, перновый венец Вот посмотри Отпевать надо, чтобы свет залетел туда Толкушка какая, посмотри, сварили здесь Это под железные рельсы кладется, а теперь, знаешь, как накладка, очень сильно долбит Вот тут полувилы, лопаты, вот это вот от палаток, от военных Генерал-полковник нам сильно помогал, Пинков Борис Евгеньевич Вот посмотри, что здесь есть Всякий инструмент, все сейчас не смотрим, все течет, пропадает, вот видишь как все Не доглядели, эти годы не заглядывали даже И все это сделано было так, чтобы даже мыши не попали сюда, вот они, капканы висят на них А капканы как, в каком уровне? Ну, тогда даже был, видишь, какой крест сделанный, как хорошо, там видно верхняя надпись Игнарий Тихонович, капкан, как он, капкан, чего он ложит, как? Ну, мыши, это, крыс, крыс полно было Подержи, я когда, этого, коршуненка-то держал, кори, ну это еще-то такое было, или семена, или еще В смысле, он туда залазит и попал, или? Да, может быть Тут как-то было сделано, что сюда, они... Да нет, капканы вон дальше висят А не просто, анатория висят, вот оно что, видишь, ограничение какое Они сюда не могли уже попасть А, ну все, я понял никак она не шок это просто на шоке перейти она уже крыса не может и с той стороны это тоже видимо вон она видишь жестянка состоит вверху а то фонарь как кара выглядит приехали электричества не было как будто кара дерева так есть вот и говорит у меня а у нас там там хорошие ваши места это постели посмотри-ка загляни сюда не у него там не не ступай там это подбальщик открытый не рухнет посмотри повезу так запусти его а крестик ну вот подожди славис посвяти вон 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 где вешал подвальщик маленький пас покажи там еще даже раз 5 надо будет взять как-то вот здесь спали здесь вот лишь какие тут ничего нет минимум три человека можно было здесь принять а посмотри еще вот такие балки вот стекла ничего не было надо было это найти раскопать собрались люди бедная вот она как заходит какой толщины штукатуре изнутри снаружи толкушку может возьмем с собой туда на пруд нет она нам не нужна она тяжелая будет она тебе тяжелая но она не ничего то нам надо толочь а то ей прихлопать допустим гравий в глину вдавить вот они видишь торчат палки туда это забитые колышки колышки а потом это заштукатурена глина с соломой покрытая вот она толью а потом шифером эта сторона-то открытая сохранилась пойдемте посмотрим откуда вот а этого сделаны были нас плоды идут подождите вот я покажу это подземные идут тоже там крышу железобетонную сделала тут уже по-настоящему мы делали о вон оно что видишь как это закрыто ширина метр восемьдесят это принять людей где было спать потому что они мы не знали сколько людей мы дали объявление поступило полторы тысячи заявок у людей ничего нету один приехал посмотрел и деньги все избитная матерюсь там он у меня сделал насколько два этажа здесь склады раз разом разобрал все и лишь бы ночевать одним бы строил человек посмотрим экскурсия небольшая вот приехали ничего не было здесь здесь огромная-огромная тут тополя ветли на это все с корнем корчевали иногда корчуешь и вот такое вот яму когда это надо все корни обрубить веревками потом оттуда вытаскивали один залазил под это главный корень подрубал без дела никто не стоял вот она вот здесь вот была нора в траве нас никто не мог найти мы заходили оттуда оттуда если 10 ребятишек 10 ходок по разным местам ходов было чтобы нигде по травинке даже не нашли и все это фильме заснято приехал у нас стране тогда в советском союзе было три киносуде документальных фильмов одна свергловская пилиал был красноярске и оттуда он приезжал фильм первые мы там эпизодически не все первое место на международном конкурсе взял предчувствие а второй кузнецов владимир сергеевич кинорежиссер а второй мои биография златоусец потеряем занял первое место в россии просьби что такое дали но здесь для вещек зародили все время потеряя и сами ничего не делаю это мы делали приезжали некогда было стекла по выпадывали разбито это надо заделывать на зиму отовсюду большие склады вот идемте на склады сейчас зайдем вот здесь я однажды иду вот это вот это коровник был вот он где идет дождь прошел корова лежит а вымя у нее в жижу плавает в этом навозе я пришел батюшке сказал ну поглядите что с коровами то есть еще и сделаю это никак не ничего нельзя сделать благословите а что ну благослови все больше ничего а у нас запасные жерни были стал бы вручную копать и мы к вечеру сделали новый денек который загоняются а там трава ягодник букм ягоды брали конечно все теперь это ушло и они на сухом находится там и что это кто-то понял где-то нет а почему потому что награда другая да ладно вы просто так а то во врагов превращаются почему это бог допускает христос ли бог не делал что а что растяжут если на нас так реагирует все стоит на месте и затем когда едят склады посмотрим так сапорик там это все водя такие широкие разговаривают яблоки а где ж ты было где твои родные были а вот тут надо что аккуратно выход мы видим как всё да 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 наделом вот 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 она каком у нас тут и пройдешь а сейчас пройдешь У меня дом построен по такому же принципу. Это стекло, зеркальное стекло толстое. Столбы, крыша и утепляй стены. Я привез около 12 стеклов. Все вкапываешь землю. Если простоит, то слава Богу. Грели, все стеклились. Видишь, как тут выпалось. Его даже не видать где. Вот лежат стекла, смотри. Аккуратненько надо здесь взять. Давайте пройдем и посмотрим. Подпирай, да подпирай. Вот это все. Юрий, твоя работа. Где? Выкосить. Где надо смотреть? Пилу растет, значит там пень. Это из пня. Очень-очень осторожно. Вот смотри. Так, что тут под ногами? А ничего. Это просто выривание. Вон, заходи. Солодильник там. Ты туда еще зайдешь. Это велосипеды разные. Большие вот эти вот стиле торты, резинотехнических изделий помогали. Расстилали. И когда крещение было, мы под водой, сшитые, связанные, по ним шли. Не проваливайся. Вот. Смотри, сколько всякой обуви, сапогов тут. Вот что-то пропало. Видно, что... Побрил. Чтобы они забросили, почему это все. Да. Ну, другие там ощущения. Надеть можно. Колеса, маленькие, велосипеды детские. Хозяева ехали, бросили. Но никому не нужно. Хорошие сапоги. Тут разные-разные всякие. Я себе купить хотел. И валенки. Еще только не было. А если сейчас приедет, сразу ему все дать. Стиральная машинка. Так, заходим. Да. Вот сюда вот. Другой помещение. А вот смотри. Вот. Видите, сколько надежды. Мне сразу дали 70 шинелей, 70 кителей, 70 брюк. Там 120 подушек. Вот они все лежат. Смотри. Смотри. Теперь погляди, сколько здесь всякого оборудования. Здесь и библиотека была, и стиральная. И все, кто приезжал, каждому наградовали. Вот она висит. Вот подойди с этой стороны. Посвети. Вот видно шинели, ряд. Да. Вот сюда зайди, Николай. Да лучше мне с другой стороны. Вот сюда. Вот посмотри. Видишь? Нет, до конца. Вон. Это шинели висят. Да. Вот это дядя Боря генерал. Прямо все давал. Ну как можем, где-то сохранили. Люди приезжают, ничего нет, а есть желание. Ну говорю, с нуля лопата в руки, начинай работать. Я однажды, когда я вернулся из Америки, деньги были. Я купил полный камаз, арабицы, инструменты, пил двадцать или пятьдесят двоечный. И там на развороте оставалось ехать, ну, двадцать десять километров до Потеряльки. Ну да. А прошел дождь, да и там мороз был. Сохранность отлично. Машина заскрежетала. Наши поставки лета прокинулась. Ну здесь что-то пыльное. Завалило, все. Ну я в кабине был. Шофер испугался, меня не видо. Я под сиденьями там был. Ну ладно, там есть родственники. Пошли, нашли трактора, тросовую машину, КАМАЗ поставили на место и доехали. Все это не просто так. Мне это понятно, потому что я чуть-чуть запробовал. Вот приехал в чердак, он еще нету, пожалуйста. Вот, и здесь у тебя капканчики. Это тоже новое, даже не пробованное. Я их тут, кроты, тут нельзя было выйти, кроты. А вот их не ловят и специальными там приборами, обыкновенными капканами. Я сейчас не знаю сколько, около ста штук поймал. Больше ни одной норы не было. Ни одной кучи. Долго до них доходило, что сюда не лезли лучше. Видимо свет попадал, она не любит солнечный свет. То есть она была не такая. И она была целая, вот как сейчас карбонит этот продают какой. А еще нам дали задание, чтобы она разлагалась. Иначе дно океана стало покрываться слоем. Мы вот и сделали такое, что вот оно. Понятно? Видите какая, здесь вот огромные были ямы вырыты нами, когда корчевали. Первая литургия здесь была, она прямо под деревьями. Видели? Видел, да? И сумки здесь, и разные кубанки, и медицинские эти. Кубанки. Специальное все такое. Вон они сетки висят где. Заходи, бери. Что тебе надо? Ты сейчас назови. Нет у тебя ничего. Надеть тебя оденем. А сколько могли бы? 100 человек. Поступило полторы, да, даже когда две с половиной. Первое время полторы из-за аргумента и факта. Пошли дальше. И так, осталось три человека, из них только один. Смотри, здесь это, понижение. Это не просто так. Ще хочу показать. Вот это все надо вырубать будет. Большой топор. Где? Сколько время то у нас? Не пора к дому прибиваться? 12 часов 14 минут. Все, уходим. Уходим. Аллилуйя. Да. Тритора страшного движения. Три, два, 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 два. На каждом шагу ничего нельзя оставить. Так вот, сарай эти строили. Деревья там оставили, чтобы только... А там, вон где, воролок, на который мы ездим там. Чтобы не увидели, тут не залезли. Так, у нас две пилы должно быть, кажется. Два топора, да? Все на месте. Три, все на мазях. Аккуратно надо. Смотри, как мы здесь дырка нащелкаем. Пока движемся к дому, берем все жерги. Сколько мы набили здесь? Несчетно. Посчитай, Сань. Несчетно. Где нужно пускать? Да. Посчитай, я говорю, сколько. Не поделись. Двадцать четыре. Двадцать четыре. Правильно. Сошлось. Я вот не передвигал. Только вот гляну, с глазами пробежал. А, ну так? Так не проверишь. Так, а это еще лежит необработанно, ребята. Так мы кинули вам. Так, дай топор. Так, быстренько обделать и положить. Да, и вам туда, чтобы ветки все задавить. Топор у вас есть, пила есть. Дай одну пилу им, на всякий случай. Пилу одну. Вам пилу оставить? Смотри, вот что, как будто кто валялся. Как? Коровы. Ветер. Ну, это ветер. Завихрял. Да какой ветер? Вон там, промятый прям. Нет, нет. Ну, я как траву косилю эту могу точно сказать. А почему он там завихрил, а здесь не завихрил? Нет, вот здесь? Нет, вот это лежит, а там-то? Нет, нет. Ветер вот так вот, раз, вихаем. А почему здесь нигде нет такого? Ну, вот так вот. Идешь в Папа Госфорде, а в одном месте она стоит, а в другом лежит. Ну, что его делать? Ага. Шарик знаменитый для собаки. Че она? Че пропавилась? Че она? Че она? Че она? Чем только не прославилась. Надо у него посмотреть, клещей нет ли? Вот, кстати, я хотел спросить, клещей-то что у вас нет? Волновили только, это, животное. Знаменитый шарик. Шарик, это мы лапу перебили, перекусили. Я все срослал. Анатолий в колокол не звонил. Когда? Не звонил? Давайте погоним. Клади, ставь сюда. Как ставь? Вот посмотри. Вот с этой стороны. Смотри. 1774. Открой, открой. Дверь можно, да? А то кошки были в прошлом году. Смотри. Вон. 1774. Это, считай, сколько лет? Ничего не видно. Ну ладно. Ну 26. А, вот он. Вот он. 220 и 26. Ну, почти 250 лет. Так. Позвони. Ну как придет. Ладно. Лежать. Лежать. Э! Сюда заходите. Где он? Позвони. В 1774. Зуб-то совсем другой не бьет. По ушам не бьет. Странно. Вот любой скажет, а как он у вас оказался? Это история. Погоди. Юрий. По ушам не бьет. Зуб-то не глушит. Считай. Как высоко небо на земле, так велика милость Господа, боящегося его. Ксалом, то второй. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей тварью. Евангелие от Марка 16-го. Спасен будет, а кто не будет веровать. А теперь посмотри. Сколько разных перьев. Погляни везде. Это целый музей был. Орнитология. А вот это вот, корж коршуненок был. Метр тридцать у него размах крыльев был. И убило его током. А, это вон попало. А, тут держали сразу же. Потеряевки были. Залетные. А, это паля, палевая. Так, не надо трогать. И вот она. Иди паля. Иди скорее. Вот она где. Пушистик какая. А это, палец, палец где у вас это? Покажите им тоже. А-а-а. Они же не видели. Не видели. А-а-а. 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 Так она иду или я? Иронизируй. А-а-а. Где-то она здесь лежала. В прошлом году. Ну так надо смотреть. Вот она. А-а-а. А-а-а. А-а. 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 А-а-а. А-а. А-а-а. Ты звонил, нет? Я звонил до вас. Я тут целый месяц. Ты можешь вот здесь вот ударить. Ще я в этот году еще не знал. Смотри, чтоб в тебя не отлетало. Вот это как с лучшаками. А-а-а. А-а. Это директор μουзея. У меня спросила. А-а. По расстоянию? Я думаю не мог даже. Тут все рассчитано что о ней в себя не попадешь. Игра, в себя не попадешь, но я чувствую, что сначала спротно, а потом лезть. Но если в битве участвовали с такими, как-то бы после нее далеко не уйдешь. Вот какие у нас герои, как колодец копали, а вот этот колокол оказался. Сейчас я вам расскажу. Эта история достойна внимания. Я еще не бил у него в этом году. Такой звук глубокий, долгий. Он по ушам не бьет, вот что поразили. В журнале написано, потом в русский дом, там появилась эта статья про этот колокол. Что мы затрезвоним. Вы все это увидели. Все закрываю. Даже бараньи рога вон тут. Смотрите как. Я занимаюсь собакой в уголовном розыске. Капитан Никитенко был у нас. Ну, готовим-то мы и для службы. Мы собаку подсаживали в ювелирный магазин. А не знаю, где я живу. И ночью, ну не ночью-то еще, по темкам ближе, разбили в витрину и туда сунулись. А собака моя подсаженная там. Ну, она как ринулась. Ее уже не остановить. Они все бросили. А эгостагнализация-то уже сработала. Ну, полиция там, ну, прибыла она через три минуты. Никого нету. А зайти туда никак. Они продавца сразу нашли, привезли. А собака... Ей разницы нет, кто это. Они к соседям. А соседи говорят, сегодня суббота, он в церкви. И они приехали в Покровский собор, меня нашли. Здесь вызвали на улицу и так. Разбили в магазин, там, витрину. Мы не знаем, сколько унесли, чего. А тренировали ее так. Кто-то прятался кабинетом. И потом потихоньку выходил. А собака, она ходила свободно везде. Когда утром я первый заходил, с совком, если она оправилась, убрать. Кажется, ни разу даже не оправилась. Умница. Ну и что? Там, если нет, витрину-то закрыли, фанеры чем-то. Стоял и второго. Я первый захожу сюда. Зашел. Вывел ее. Теперь они продавца завели. Все на месте. Она у меня получала оклад определенной собакой. Они на моцакцикле меня с люлькой заезжали. Иногда в машине. Едем. Она у меня никогда не набирала на море. То есть я мог надеть, она не нуждалась. Без команды она ничего не делала. Самое трудное. Вот сейчас кто-то стреляет там. И она понимает, мы лежим. Команда особая дается. Она должна ползти вокруг и сзади напасть на него. Это вообще настолько трудно. Мне не пришлось командой этой пользоваться. Как там, длинная веревка такая бы. Коли там подтягиваешь ее постепенно. Она все могла. Подпевала. И вот я однажды иду с работы. А у меня две собаки было. Одна потом в Алма-Ата, в уголовную розыску везде продал ее. Грабят магазин. Магазин. Железнодорожные вагоны. И они там много что вынесли. А я с двумя собаками. Ну тебя не знаю. Три или четыре человека было-то. Они-то меня хорошо знали. Я заставил их вернуть. И они все туда затащили обратно в вагоны. А на утро уже милиция. Все узнали. Кто-то доложил или видели где. Говорят, он знает. У меня такое. Было такое? Я говорю, было. А кто? А зачем? Они дали слово, что никогда больше здесь не будут грабить. Про другое не знаю. Наша дорога свободна. Вернули. Ущерба государству не нанесли. Ну и я говорил, занятия, отношения хорошие. Они уже не стали приставать. И однажды. Они, которых я вот не выдал. Они домой постучались. И говорят, там шла какая-то машина. Пасека переезжала. Опрокинулась. Ну и вот мы из грязи вытащили это. И привезли. Правда он запачканный был. И вот такие большие круги воска. Такой толщины, наверное, налитые. Несколько плит таких. Видно, что где-то топили какие-то посудины. Вот. Преступники. А чувство благодарности как. И у меня он висит вот. Сколько его просили там где-то в церкви. А что буду отдавать? У него история стоя. А там никто этого знать не будет. А что эта история? История так говорит. Ты делай то, что Бог велит. Меня не касается. Я мимо шел. Они трое-четверо могли бы раскинуть себя на собаки. Хоть две собаки. Ты еще не сделаешь. Ну, навел страх на них. У тебя кабар, кажется, напился на руке на левой. Проходит время какое-то. Я в трамвае, кажется, шел. В трамвае с каким-то разговаривал. Один мужчина подошел. А вы ведете радиопередачу? Я узнал. Мне-ка, погодяй. Мужчина один. Тоже. А я из тех, которых вот вы задерживали. Там разные такие вот моменты в жизни. Я его задерживал один раз. А встречается их он не один. Он рассказал другим. И поэтому другое. Он уже это имеет отношение, как доктор Гааза. До дома провожать будет. А были ли в жизни мои люди, над которыми не стал бы работать? Были. Были люди. Вот у меня дети были столько в лагере. Самые негодные дети. Дети верующих. Из семьи священников или куда. Они циники растут. Они ничего не имеют. Даже это ради интереса. Там стоит, что-то рассматривает. А так еще ему не надо. А как дети? Каждый год хуже и хуже были. Ну, в сегодняшнем... Нынче-то нету. Должны поддержать. Дали объявление, может быть, сегодня. Теперь. Уже три года как лагерь. В другом формате находится. А лагерь слово исчезло. Это сорок восемь лет. И поэтому опыт этот... Он многим сгодился бы. Но здесь нужен лидер. Лидер, пожертвовавший всем. И обязательно должен быть экзекутор, кто будет наказывать. Я ни одному человеку не дозволил это делать. Почти за полвека. Хорошие. Приятные. Ну, прямо святые люди, можно сказать. Но этого не могут доверить. Это особое дело. И как из ста случаев, к примеру сказать, нарушение дисциплины. Физически я, может, наказал человек пять. Остальные только страхом. А по-другому никак. Он приехал. Родители. Мы не знаем, что с ним делать. Он наркоманит. Из дома все вытащил. Ну и что ты с ним делаешь? У тебя ребенок. Ред семь. Сразу руку поднял. А материть все у вас можно здесь? Семилетний ребенок. И вопроса другого у него нет. И потом власти это понимали. Мы как-то выходили здесь. Приехал председатель сельсовета. Участковый. И что-то они брякнули. Вот тут. Педофили. Там. Педофилы. Я сразу остановил. Вы о чем разговариваете? Нет, мы просто так. Как нет? Я слышал такое слово. У вас какие-то подозрения есть? Нет, нет, нет. А он я слышал. Сказал. Такса. Бывает такое. Бывает-то бывает. У нас не бывает. Были такие для домов, которые прямо на шею бросаются. Все на место поставлено. Ни одного никакого случая не было. Ни одного. Вот есть такой парнишка. Был высокий рост. Он все. И все время он лишний. Инициативы никакой нет. Устанет. Что бы мы ни делали. Он все время. А вы тебе лишний. Скажи. Зачем тебе руки твои? Он никак. Вот. Начинает. Другой сразу кинулся. Сплотил. Потащил. Так мы этот пруд делали. Мы их везде брали. Они работали. Дети-то. Взрослые. Некоторые из армии. Все время лишний. Ну и вы его расшевелили. Немного. Немного. Я рассказывал. В жизни твоей будет тебе страшно тяжело. Ты нигде не пишешься. Даже если женишься. Начнутся где-то не вряд ли все. Ты должен сам видеть. Что это надо. Пять человек. Кто первый. А вот когда арестованы. И уже в лагерь привезут. Вот он стоит. Вон где у меня балерина. Балерина то называется. Башня летней резиденции. На этой начальнике. Трехэтажная стоит. Вон она. Посмотри. И она на бетонных столбах там сделана. Вот видишь как. Ничего не знаю. Тебе сказался один студент был. Прибывать доски-то. Он сказал как. Так он вот столб. Через столб доску чтобы припинуть. Двести. Двадцать сантиметров. Ввозь. Он оттуда его бил. И чтобы доску захватить. А доска с этой стороны. Другой пошли здесь. Лопату дал. Там нужно вот эти маленькие коты деревья. Топор лежит. Давай лопатой рубить. Это даже уже не дурак. Я не знаю какое ему и надо писать. Притом здоровый крепкий человек. Я на всяких насмотрелся. Я должен с ним жить. Работать. Его сохранить. И ему показать. Его научить. Родители отдали. Они желают чтобы он был другим. Вот позавчера ко мне известие пришло. Мы живем в Германии. У нас сын. Он Олег. Сын у нас Владимир. Мы хотели бы чтобы он. Он такой. Он наркоман со стажем. Со стажем. Возьмите его. Он прочитал про ваш лагерь. И хотел бы там побыть. А сколько ему лет? Сорок шесть. Ну сорок то шесть. У него уже свои дети. Это я приехал. На полном серьезе пишет. Прямо привозили сюда. Он здоровый такой. Пышный парень. Его лазит. Родители видно ухоженные. Старенький. Мы про вас услышали. Нигде он не работать не хочет. Что с ним делать? Я говорю. Ну давайте. Сколько? Закрыто уже. Да вот он. Сколько? До тридцать два года. Ну так я что с ним сделаю то? Мы не туда попали. Это лагерь другой. С решетками. Ну да. Там то лечит хорошо. В Америке там это очень просто делается. Очень просто. Он не слушает. А родители приходят. Говорят не слушаются. С Гришкой замущались. Что делали? Его забирают. Так на сколько забрали? Месяц. По полной программе идет. И вот советский там приехал журналист. А его вывели показать. Говорит какой недавно один так. Он стоит вот так. Вы завели. Так. Тебя как звать? Сэр? Жжен я. Так. А почему оказался? Болван был. Непослушный. По своему конечно. По-американски там разговаривает с ними так. А что? Вот балбес был. Теперь другой буду. Научился щелкать каблуком. А еще срок не кончился. Вот это я понимаю. А у них даже я не знаю как делают. Вот в виде гулага. Там тебя бить будут. Наказывать. Чтоб ты испытал. Что испытывали узники Освенцима? Ну ты не можешь этого испытывать. Потому что ты знаешь что пойдешь домой. И вот одному журналисту дали задание. Говорит написать. Что чувствует смертник. Ну что он чувствует. Как я напишу то. Он пришел то. А друг его начальник тюрьмы. Он пришел и говорит. Александр Викторович. Вот такое дело. Можно было бы как то. С такими. С приговоренными. Ну можно было. Но это тяжело тебе будет. Да нет. Я такой. Это. Кучерявый там. Ладно. Его посадили. Мы договорились на месяц. На месяц. Командировка в тюрьме. Среди ночи. Раз. Одного вызывает. Где. На расстрел. Им не говорят. Увели с концом. Расстреляли. Второго. И он видит. Месяц кончился. Он один остался. Он к каждому шороху прислушивается. Потом выходит. А где начальник? А почему нет? Начальник где? Да он в автокатастрофе погиб. Что? Он так и ахнул. А что? Ну я не могу сказать. Ну. Он понимает. Никто не знает. Что он нарочно приговоренный. Он не приговоренный. Эксперимент идет. И он еще не может сделать теперь. Он начал писать. Никто даже нигде не отзыва. Ничего нету. И находит наконец ночью. В 12 ночи. Щелкнули запоры. Выводит его. И повели руки назад. В наручника. Куда ведут не знает. Приводит. Выходит начальник. Добрый вечер. Он глянул. Ой. Он ему зеркало показывает. У него уже пол головы белая. Вот. Теперь ты можешь очень хорошо написать. Что чувствует приговоренный к смертной казни. Я это в тюрьме слышал. Верю в это. Это не просто так. Это не просто так. Даже вот простое дело. Готовится конвой. Людей готовится. Этап с одного города в другой. Там не так, что меня в Москву назначили. В Москву меня повезут. Нет. У них определенные. Вот. А едут они отсюда. Допустим. Новосибирска. Все с Новосибирска. Едут до Омска. Там пересажив. В тюрьму. Ты сидишь. Оттуда. Когда конвой опять наберется людей. То оттуда они дальше идут до Казани. Ну и по порядку. Так вот. С пересадками. Где-то. Самый свирепый конвой тут считается Новосибирский. Конвой. У тебя никаких прав. Ничего нету. Ты замри что-то. Вот. Я зашел. Ну везде. Как меня везти. У них документы на все это. Если красная полоса. Склоны к побегу. Там Навальный. Тебе уже. На ноги цепи наденут. Ну и вот. Завели. А там набито прямо так. По коридору ходит. Все это. Двери решетчатые. Люди набиты. Как селедка. Я один. Ну она поменьше. Камера такая вот допустим. Я один. Никого нету. А бабы-то кричат. Увидели там. Батюшка. Нам. Молитву дайте. Я не отвечаю. Сижу. Этот проходит. Он все время ходит по коридору. Конвойный. Так. А почему вы не отвечаете? Я говорю. Он такой-то. Статья такая-то. Запрещает это делать. Вот как. А я разрешаю вам. А еще сюда. А еще разрешаете? Ну женщина поговорит. А они через стенку. Вот так вот рядом. Я говорю. У меня нет бумаги с собой. Карандаш. Нужно. Ручки. А ну мы сейчас дадим. И он дал эту. Открынул кормушку-то. Ну и я начал им писать. Я говорю. А в туалет-то можно сходить? Он никого не водит. Он меня сводил. А женщины кричат. Батюшка. Невозможно терпеть никак. Я ему говорю. А ты не мог бы сводить? Ну ладно. То ли он вызвал сейчас. Не знаю кого-то. Он не один. И сводил. Отслышал. Она говорит. Ну дверь-то хоть закрой. Ты поганец такой. Ну еще ты не видел, что он делает. В туалете сидит. Женщина. И он стоит. Смотрит на ее. Вот. Мы только сели. И уже отношение другое. А почему? Многие молились. Он меня не знает. Я его не знаю. Я о нем рассказываю. У тебя рассказывают случаи. Когда уже увозят с одного на другой этап. Выходит там капитан. Перед ним военные. Жалобы есть. А все с троем стоят. Какие жалобы? Только бы вырваться отсюда. Я говорю. Жалобы есть. Он сразу. Это кто сказал? Я говорю. Я сказал. А ему кто-то сразу видимо сказал. Ну и в чем она? Я говорю. Ручки у меня забрали. А мне писать надо. Пошли. Ну завел меня. А там на столе у него куча. У меня сумка. Он ее полную. Накидал от ее ручек. Бери. Жалобы есть? Я говорю. Нет конечно. Но я ручки-то раздал. Почему отношения? Мой Бог. Я когда я молюсь. В это время. В этой камере. Ни одного матерка. Одного какого-то привезли. Одноглазый помню. И он зашел. Мать-перемать. Ну я молиться-то молюсь. Я заслышу. Я слышу. Мужик. Ты помилок прикуси. Иди и за то. А что? Батюшка молится. Ты видишь? Я вот на той стою. Он за всех нас молится. Отсюда из камер скрещат. Кто носит идет. И все. В камере матерка не слышно. И это не два человека. 75 человек на камеру. Я все это вспоминаю. Как особая милость Божия. Господь провел. Сегодня мы пошли. Сейчас погода не позволяет. Смотри сколько мы написали. Сколько там? 24? 25. 25. Ну вот так. У меня 24 получилось. Так еще не обтесанная которая была. Ее прибавили. А может быть так. А может которая покороче там была. Ага. Они же остались там. Выгод добавили. Да. Вот. Когда начинаешь все вспоминать. Приехали. А как это? Внизу у меня склады. Там сварили большой железный ларь. Где хранить муку. От мышей. Ну вот если зайдете туда. На втором этаже у меня архив. Заходишь. Для будущих поколений. Газеты. Которые я считал. Которые переплетенные. 750 килограмм примерно. Представь себе. Это все настолько интересно. Ну второй этаж. Вот здесь. Зайдем. Там еще. И везде в палате метр восемьдесят. Сколько человек я могу принять здесь. И наверху. А наверху моя резиденция была. И там отдельная часть голубя. Можно посмотреть где. У меня там было четыре или пять пород. И однажды Виктор Николаевич. Он во Франции. С Савченко. Утром пришел. Ни одного живого. Все распластанные лежат. Хорек проник. Колонок. Я заплакал. Голуби редкой породы были. А потом когда я голубей отсюда гонял. Другой не было голубей от них. А они голуби полетят да и сядут где-то на провода. А мне надо чтобы они летали. И у ребятишек маленькие такие как шесты. И они с ними бегали и пугали их на них. Тряпочки машут их. Вот. Простая жизнь. Ничего нету. Какая интересная. Иди детей. Ребенку интересно. Да. Дальше они на голубя эти залазят. Голубей берем в корзинки. Уносим туда где на Симаковский. И как отпускают. Как они возвращаются. Да если ты про голубей там много знаешь. Расскажешь. А вот здесь на этом крыльце фотографии есть. Я нарвал тут бузина. Черемуха. Листья. Перед этим я прошел. В лесу. Веду экскурсию. Плюнь. И вот рассказывай какое дерево. От чего. Листья говорится. От чего это дерево. Ребятишки уже знают. Это от смородина. Так. К чему она годна. Что она. Черная смородина была в юбиках у космонавтов. Это очень такое питательное. И они даже были сказать. Береза. Что из нее делают. Если ты не знаешь. А что из березы делают. Жгут ее. Или нет. Из нее разные там туиски. Все это делали. Хранили. Возьми. Что там было. Деготь. А деготь то это можно и колорадского жука потравить. И сапоги. Которые у тебя есть. Пропитатели. И вот здесь вот я проводил уроки с детьми. Куда бы ни пошли. Уроки. А где вы этому учились. Всю жизнь учились. Есть пословица. А дураков. Всю жизнь учились. Дураком помрешь. А не учиться. Значит даже дурака не дорастешь. Что не говоришь дальше то. И вот здесь утром они приходят оттуда идут. Колодец. Вот он где. А колодец наш был там который. Сейчас вода залила я показывал. А как уже выкопили здесь. Вот тут был губернатор Евдокимов. Так. Михаил Сергеевич кажется его звали. Да. Сатирин. Друг Путина. И он тут. Его губернатором выбрали. Ну. Какой он губернатор то. Я не знаю. Ну. Врагов было. Там Назарчук. Был Александр Григорьевич. Это как глава законодательного собрания. И что-то с ним не ладились. Я с ним лично не встречался. Ну. Обратился за помощью. Колодец копать. И мне нужно гравий. И крупнозернистый песок. Если это ощущает воду. Ну. Я дал знать то. А дальше то еще. Я только приехал. После обеда уже привезли. В моей памяти он остался как человек обязательный. Да. На всех не угодишь. Так он меня то не видел. Не встречал. Не слышал. Почему он ко мне откликался. Слышал значит. Ну. Не знаю. И они тут приехали пьянь разгружать то. А вот это вверху то это метровые вот эти вот. Кольца. Вниз идет вот эта труба вот эта. Кольца стоят метровой высоты. А там полтора метра. То есть. Объем воды там большой. И такие привезли. Разгружали там половина осталось. Оттолканули разбили. А потом как мы снимали тут своими приспособлениями. Мой брат у меня Павел был. Вот я попутно стою говорю. Видишь скворечники. Все скворечники вот этими руками сделаны. У меня в отца в саду скворечников было 123. Будешь ты делать? Не будет. 123. Это там все было. Один большой пень. Пустотелый. Я его сделал на шесть скворечников. Какого режима там раскопать сколько? Это режим которые вверху были. А которые нормально. У меня все это было очень интересно. Проезжали люди останавливались. Лесной там как птичий базар. Я для чего это рассказываю вам. Потому что это интересно. И любой послушает. Ничего нету. И все время жизнь. Так. Кто у меня в комнате не был ни разу? Я. Я. Давай загляните сейчас. Кто там еще у нас? Кого-то нет? Юрий был. Он спал там даже. Ну он был. Не был. 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 Он спал там. А. Ага. Справы. Здесь у меня правило такое. Как дать это половичок лежит. Дальше одни идти. Половичок это территория улицы. Улицы. Так. Так. Если надо дальше пройти. Разуться. И тогда можно дальше пройти. И когда ты будешь заходить на это ступать. На это голой ногой уже не ступать. Это улица. И когда оттуда придешь. Обувь стоит здесь. С чистой ногой в сапог залез. То есть отбить. Вот так. Посмотри. Закрой за собой. Чтобы комарья не было. Там у меня компьютер стоит. Вот видно на столе. Большой процессор. Монитор. Это печь я делал. Я печник. 40 лет печником был. Это мое лежбище. Все у меня разбито на этажи. Мир дома всему. С миром. Вот это смотри стул. Это где-то их там стулья эти выбросили. А я не сделал. А теперь могу голову откинуть и подремать. А с такого стула то я сонный сколько раз падал. Разбивал. На квот он сзади притянул еще тут. Понятно. Сейчас он не было еще правды. 35, кажется, минут первого. Ответили. Большая почта. Видите, надписи там. Ну там написано 2.18 Якова. Кто-нибудь скажет, покажи, Вера, твой иди сделай. А я тебе и сделал моих. Он сухари у меня висят. А где он спал то тут интересно. А мои плыки то не спят. Вот плитка у меня есть. Видать. А вот. Это Володина. Вот и все. Библиотека. Видишь, как все сделано. По Медвежьи. Но здесь я могу принять. Здесь пресс-конференции были. Свадьбы. 60 человек. Я сейчас покажу как. 60 человек свободные. Нестесненные. Вот это сделано каждое на 2 человека. Когда нужно переспать. Когда нужно переспать. Каждого своего одеяла. 6 за 6. 12 человек. Ни одного на полу. Лесенка. И там точно так же. Здесь каждая палочка. моими руками. Выставка на выбитые. И потом все. Медвежье такое. А там под этот фундамент не сделали. Осадка была. И такое дело. Ну вот и все. Спаси Христос за экскурсию. Да, Христос. Все. А свечи где делали? А? Свечи где делали? Свечи? Да. А у нас сестры. Такие. Сейчас делают? Специальные. И воск им дают. Батюшка покупает воск. И сами льют. А посмотреть никак? Ну это в городе. Это не у нас здесь. А вон все. Оттуда батюшка привозит сюда. Чисто восковые. Однажды. Одна сестра там зашла. Но она не нашего круга. А так. А мама свечи льет. Ну я ей отдал воск. Она привезла. Вот такая пашка. Поближу они сильно блестят. Я говорю. А почему они так блестят? Это мама там. Чтобы они не застревали. Смазала парафином. Парафином. Я все забраковал их. Хоть грамм. Ничего не должно быть. Все сожжения. И жертва чистая. Она чистому. Ну ходить в сарай там где-то можно. И все. Ничего. Растительное масло бы смазала. Вот так. Посмотри. Как оно все держится. На чем сделано. Как прибыли. Тут счетчик. Все считается. Так у нас еще здесь есть гостиница для мужчин. Для женщин. Отдельные дома. Сегодня нету. Завтра тряхнут. В один день может все наполнится. Ну кого попало. Господь не посылает. Бог милует. Правила определенные. Тряхнет это. Вот слово точно. Подходящее. Тряхнет. Ну, огромный советский союз. И все понимали раздрай. И ничего не могли сделать. Мастеры начали. Да-да-да. Прикинь. Посмотри сейчас. Подожди. Я расскажу К-60. Вот сюда зайди. Вот здесь был объект. Что хочешь? Посмотри. Вот доски специальные. Вот они какие. Столы. Вон там лежат скамейки. Вон железно сваренные. Видишь? Да. Под стулья. Вот. 10 человек. 10. 20. Вот здесь 10. И 10. 20. И с той стороны. 60 человек. Да. И свободно. Действительно. Совершенно свободно. А тут. Вот когда мы убираем. Тут зал. Мотровой. Вот здесь. Фильмы смотрели. Тут также. И с той стороны. Там еще. Такое же крыло. Как и здесь. Да. Бери. Сколько хочешь. Бери. Посмотри. Что здесь есть. Что там такое? Что здесь вот есть. Я все могу дать. Да. Подожди. Подожди. Замри. Мне вот эту вот. Лодку вешали. Прочитал. О противоречивости современного безрелигиозного мировоззрения. Можно почитать? Можно. Вот посмотри сколько. Это вот книги мои. Видишь? Вот на полке лежат. Это мои книги. Это тоже можно. Да конечно. Которые в Барнауле да? Лежат на столе. Да. Это те же самые книги. Понятно. 38 томов. Угу. А они от влаги не портятся здесь? От влаги? Да. Влаги тут никакой нету. Ага. Ничего себе. Продувает видимо. Вот здесь еще второе крыло и тут можно стол ставить так же. Снова тряхнет. Снова тряхнет это да. Это не от земли маяча. Снова тряхнет это да. Это не от земли маяча. Она явно тряхнет. Тут везде везде все необходимое. Там у Володи точно так же. Даже Юра и тот топорики собираются. А вот это вот рубить когда надо что-то там внутри. Видишь как сварены. Вот у меня есть саперные ножницы. Вы видели их? Нет? Нет. Никогда не видел. Саперные ножницы. Я саперную лопату знаю. И большую саперную лопату BSL. Это вещь мощная. Это вскрывали вагоны и видимо я их испугал. Они бежали туда и я подобрал. Ну давай сейчас что-то такое найдем. Проволока есть здесь? Да. Проволока серьезная. Не надо. Это алюминиевая проволока. Это не серьезная. Вот. Это алюминиевая. Подожди. Вот висит. Вот смотри капканы. Капканы это другие. Дедушки. Нет. Это на большие. Это лесу могу поймать. Барсука. Ну и такие все инструменты. Так. Так. Подожди. Где бы мне было найти хорошее. Так. А вот Игнатий Дикой. Или это Игнатий Дикой. Край. Край от этого. Это никак. Это нельзя. 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 Ну видно что эта вещь стоит. Сейчас. Подожди. Такой рычаг еще. Вот я покажу гвоздь один. Причем старая. Старая это очень лучше. Вот посмотри. Держи гвоздь. Так. Тихо. Вот видите я нажимаю. Мощь. Саперная. Вот два гвоздя получилось с одного. А взвесить можно взвесить. Ну такая она сколько. Я не знаю. Килограмм пять. Может семь даже. Сапканов. Смотри. Ни у кого столько нету. Не ну здесь наверное. И приходит у меня там. Кто-то пришел там. У двухкурис утащил я дал. Все кончилось. Я с детства занимаюсь этим. Один день семьдесят сусликов поймал. Был день такой. И вот чтобы сдать шкурки я должен ее высушить. Растянуть по форме как надо. Если опилки есть жирного суслика обезжирить. Двадцать километров шарщина. Первый сорт шесть копеек. Второй пять целых четыре десятых. Третий три копейки. Ну как-то сделаю так что половина третий сорт пойдет. А велосипед семьдесят два рубля. И никто мне не купит. Я должен сам покупать. В семье нас было пять мальчиков пять девочек. А отец инвалид без руки с войны. Там гвозди подобрали? Да, да. Ну еще интересная экскурсия была. Интересная экскурсия была. Да. Берите инструмент. Эй, 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 эй. Пустой пошел. Молодой. Как ветер пролетает. Ну ладно, не лая. Ну ладно, беги. Вся река охраняет, может. Вот еще топорик подел. Так это он меня положил. Не-не, он оттуда. Не нужен. Не, он оттуда. Это я оттуда выносил. А там мой там. Его по-хорошему бы заварить надо. Он с речного. Не заварить, а надо заварить. Так надо забрать. Да. А кто заварит-то? Так кто у нас есть, кому заварить. И этот, как его. Он сварщик, я так понял. А вообще где аппарат-то сварщик? Что здесь? Все есть у него. Где у меня, а у этого? Как его? Ну есть. А он сварщик. Владимир Владимирович. Работает сварщиком. Хороший, наверное. Православный сварщик. А вот здесь газель справа стоит. А, та самая? Благовестническая. Потом. А вот и Владимир. Кто добыл что-то? Работу нашел. Что смотри, добыл что-то там? Что ты несешь-то? А, Юрий? Ну, все, водяки. Ну, всех. Это что, сыр что ли с зеленью? Да. Ну, вообще. А вот это вот, смотри, голубя. Вадимир трудился Добрый день Хвосты вверху поднято А у овечки в ней курдюк Да, из него потом плов готовят А, ну курдюк что это? 12,57, не видно сейчас 12,58 Вот таких кто? Заброшенных кто? 51,000 все в России 51,000 А тут я готовы Ой, не так, не так Но мы живем и радуемся Приезжают гости и радуются Мы показали пример, что можно делать А не просто ставить Путин виноват Ну что, он нам будет строить что ли? У него своих дела хватает Смотри, что есть Да Вот так Вон он где он у меня привязан Жердень готовили И столбом Так Мог посчитать сколько он? Это ураган чемпион России Собака полчет Не видно же много Да много много Молодец Хорошо ураган Специально Не приучай К себе А потом кто-то другой А так он послушный Команда выполняется Вот такие экскурсии Потрясающие у нас тут хорошие Очень содержательные Я уже был на похожие Но все равно каждый раз что-то новое узнаю Идет видеозапись Для интернета А тут двери не хлопать Печечка Игнат Тихонович Как увидал что я тут порядок навожу О, черные тут Да Куда Куда Полезли Никогда не догадаешься Полезли на печь Порядок наводить Чтобы туда залезть А вот здесь тоже гости приезжают И в два ряда Матрасы настиваются И каждому одеяло Подушка выдается Здесь вот в тумбочках все это урна Все тут свет 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 Розетки закручены Чтобы никто не повредился Тут дети Если бывает Тут подвал интересный сделан Кто она знает Ну понятно что от комаров здесь сетка Здесь углубление буквально Сантиметров тридцать наверное Небольшое углубление Ну Небольшое углубление И Тут прохладно уже за счет этого Небольшое углубление уже прохладно уже хорошо Можно хранить что-то То есть кто в частных домах живет Можно взять себя на вооружение Потому что небольшой погреб копать А сделать вот такое небольшое углубление И уже там Другая температура совершенно Ну здесь печка Печка здесь Пилили Осталось то что Сюда Положили Чтобы жечь В первую очередь Здесь вот вода всегда стоит Вот она Вода И там вода тоже скорее всего Давайте посмотрим Ну да И под воду специальная чашка Знаменитая чашка под воду Под нее есть ложка Она вот так стоит Всегда чистая с двух сторон Ну когда черпаешь Не грязь туда не заносить Пока конечно Стота ее относительная Так Ну что у нас Владимир Заработал сыр? Да нет не заработал Ну как то Это милостыня Один клюв минаемый Санаги с укропом Сделала сыр свой Решила нас побаловать Вообще Ну вот кот Это кот или кошка? Это кошка Кошка Ну видно что худенькая Ну худенькая то худенькая Ну что Анатолий Экскурсия то как тебе? В 100 еще Ну слава богу что Это колокол Я могу это оценить Я это понимаю А вариант когда люди Не могут оценить Талк 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 Тут совсем другое Ну да Заработал на занятие На задание сказать Он считает Сколько вас Вышкурили Тобор так удобно висит на поясе Что я даже его забыл вынуть Поэтому это стоит товар Меня Юрий научил Я просто понимаю что люди Если в случае действительно произойдет Вот это все Даже при этой ветхости Они ее смогут восстановить Понимаешь Вот вчера Кто-то принес Там Юрий сносил Муку там А вот там Это какого Какого года Что она там Прошлогодняя Я еще подумал Да надо Слушай я подумал А голод будет Ты будешь думать вообще? Вот в этом вся и фишка Каравай разеваешь Это вообще Ничего себе Мука Какого-то года Я еще посмотрю Не ну тут понимаешь Во время жизни В мирное время В спокойствие Это люди ищут комфорт Жиреют А потом Когда они начинают Клестер жевать Когда начинают Ремни кожаные Варить Да Это уже совсем другая песня Когда Извиняюсь Тех же крыс лают Мышей Ну Все Я вот с одним солдатиком Разговаривал Они вот В Афгане Половинку Они это И мышей И крыс ловили А что Конечно А получилось Их выбросили Как он говорит И забыли А есть хочется Ну и все Ну и тебе здрасте Доброе время Да ты на нее будешь Брезгливо смотреть Да Это жизнь Всего Увидимся 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 Увидимся